Практически к концу каждой недели Набирается целая сводка криминальных новостей Которые касаются исключительно чиновников И членов так называемой команды Х Мы уже к этому начинаем привыкать Но надо отметить, что количество криминальных проявлений Во властной среде в республике Башкортостан Конечно кратно превышает эту статистику При Хамитове или при Рахимове Мы уже сбились со счета Считая количество министров, замминистров, глав районов Чиновников всевозможных ведомств Которых с завидной регулярностью Хватают за руку и тащат куда-нибудь на Цугундер Под следствие или в тюрьму Вот и на этой неделе суд в Уфе Вынес решение и приговор В отношении чиновников Уфимской мэрии Причем Уфимская мэрия это еще разлива господина Мустафина Начальник отдела градостроительного контроля Рустам Тухватуллин и его зам Азад Шаяхметов Приговорены к чудовищным срокам Тухватуллин приговорен к 10 годам колонии строгого режима И штрафу в 15 миллионов рублей А его заместитель Шаяхметов к 8 годам Тоже колонии строгого режима И 15 миллионам штрафа Действительно беспрецедентные сроки Это вам не какие-нибудь там 6 лет условно Военкому Это целых 10 лет колонии строгого режима И все вот это вот великолепие Эти два сотрудника Уфимской мэрии Отхватили за то, что пытались получить взятку За выдачу разрешения на строительство гостиницы Не знаю, с чем связана подобная жесткость в решении суда И возможно эти сроки будут кратно снижены Но в общем-то расправа была показательной А в четверг 6 апреля в Шереметьево в Москве По прилету из-за границы Был задержан экс-генеральный директор Газпром нефтехим Салавата Айрат Каримов Кстати, наш телеграм-канал первым сообщил об этом событии Не забудьте на него подписаться Так вот, господин Каримов был задержан в Шереметьево Очень быстро припровожден под белорученьки в Уфу И здесь в Уфе суд выписал ему меру пресечения в виде ареста Всем этим занималась Главное следственное управление МВД Российской Федерации Пока нет точных сведений причины задержания этого крупного функционера Газпрома Но есть предположение, что арест этот связан с концессией на электросети Все того же города Салавата Это все тоже ООО АСТ Которым, кстати, господин Каримов с недавнего времени владел на 25% В момент концессии он не был владельцем этой компании И вот надо же так случиться После того, как концессия там свершилась Он уходит с Газпромнефть, нефтехим Салавата И становится счастливым обладателем вот этого актива Есть еще информация, конечно, которую, по крайней мере, полуофициально распространяют следственные органы О том, что формальной причиной задержания господина Каримова И еще нескольких менеджеров Газпромнефть и Хим Салавата Является некая кривая приватизация То ли это база отдыха, то ли это просто коттеджный поселок Под названием Белый Олень около города Салавата И вот они это дело приватизировали Ранее этот объект находился в собственности все того же Газпромнефть и Хим Салавата Мелковата причина, прямо скажем, для задержания подобных фигур Соответственно, я все-таки остаюсь при своем И подозреваю, что господина Каримова задержали именно в связи с концессией АСТ Конечно же, Айрата Каримова нельзя в полной мере назвать членом команды Х Он немножко в стороне, он функционер Газпрома Но нельзя сбрасывать со счетов и очень тесные связи Каримова с мэром Салавата Который, как известно, сейчас тоже под следствием, тоже поделал о концессии Нельзя сбрасывать со счетов и тесную связь господина Каримова с Хабировым Хабиров демонстративно его поддерживал Всячески, значит, там везде фотографировался Ходил в каске Газпрома и так далее, и так далее То есть, вот эти связи точно сбрасывать со счетов нельзя Ну, складывается ощущение, что удавка на шее дельцов от концессионных процессов в Башкирии затягивается Посмотрим, дотянутся ли руки следствия до главных фигурантов всех этих процессов Я имею в виду господина Сидякина и господина Хабирова Но это очень такой симптоматичный момент Потому что все-таки Газпром у нас священная корова Туда нельзя лезть Но вот господин Каримов стал исключением из этого правила А еще на этой неделе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Муниципального унитарного предприятия Сурсис Специальное управление по ремонту и содержанию инженерных сооружений Это вот все мосты, всевозможные переезды и прочие инженерные сооружения Которые вот этот вот Сурсис обслуживает Следствие не называет на данный момент фамилию подозреваемых Но судя по тому, что речь идет о деяниях 2021 года Уголовное дело возбуждено все-таки в отношении Ильгама Абдулина Тогдашнего директора Сурсиса В 2021 году случилась чудесная история Сурсис, МУП Сурсис, который принадлежит администрации города Уфы Зачем-то приобретает асфальтовый завод в Иглинском районе А мэрия с нарушениями законодательства Зачем-то финансирует эту покупку Речь идет о сумме в 35 миллионов рублей Следствие полагает, что приобретение этого асфальтового завода Было абсолютно необоснованно Там были всякие обременения в виде излишних участков земли и прочее То есть покупать государственному предприятию этот актив совершенно было ни к чему Но вишенкой на торте является то, что господин Абдулин, тогдашний директор Сурсиса До вступления в эту должность был директором все того же асфальтового завода Ну то есть такая одноходовочка небольшая Ну в общем если так пойдет и дальше То может получиться, что вообще быть в команде Хэ Это будет означать для людей почти неминуемую посадку Мы видим насколько четко и часто вот это происходит То есть директора, бывшие директора, чиновники, главы администрации, замы главы администрации С завидной частотой оказываются за решеткой Все это однозначно свидетельствует о той нездоровой концепции Концепции воровства и коррупции, которую притащил в нашу многострадальную республику ради Фаритович Хабиров Потому что без благоволения высочайшего начальства Подобный развал вообще в этой сфере на самом деле невозможен То есть если сверху идет концепция о пресечении, о недопустимости коррупции Все-таки ведут они себя поприличнее Я не говорю, что совсем уж не воруют, но как-то немножко опасаются А здесь ощущение такое, что сверху идет только пример Они видят, что творится наверху и соответственно думают А я-то что? А я-то что сижу? Меня скоро отсюда турнут, надо успеть И вот практически каждый, если не через одного чиновники в республике Башкортостан Начинают, как говорится, поддаваться соблазну В России нынче монетизация YouTube-каналов не работает совсем То есть мы ничего не получаем через систему размещения рекламы на YouTube И вы это, кстати говоря, видите Я отчасти радуюсь за наших зрителей, что их внимание не засорено вот этой рекламой Но при этом мы и не имеем возможности финансировать наш канал через рекламные поступления Потому мы очень благодарны всем, кто помогает нашему каналу напрямую Делать это можно единственным способом, воспользовавшись расчетным счетом, который мы публикуем в каждом нашем видеовыпуске И в описании под каждым выпуском Мы благодарны за каждый рубль Много жертвовать не нужно 100-200 рублей в неделю Это самое то Это то, что поможет нам жить, существовать И я надеюсь радовать вас важной и актуальной информацией Снег и лед неожиданно растаяли Совершенно неожиданно И выяснилось, что зачастую именно на них держалось хваленое хабировское благоустройство Практически одномоментно в Уфе, во многих местах и в других городах республики начались провалы Проваливается асфальт, проваливаются всевозможные площади, замощенные плиткой Проваливаются дорожки, аллеи и прочее Вот мы видим тротуар в микрорайоне Яркий Знаменитый тротуар в микрорайоне Яркий Который оказывается стоит аж 170 миллионов рублей Я не знаю, как теперь это будет все восстанавливать И за какие деньги И найдут ли они этого подрядчика, который как бы по гарантии должен это все сделать Но картина, конечно, веселая А вот полюбуйтесь, улица 50 лет СССР в Уфе Асфальт тоже провалился и угрожает жизни и здоровью граждан А Кумертау, площадь около вокзала Картина примерно та же И Шимбай в парке Посмотрите на эту замечательную брусчатку Ну, по швам трещат парки, скверы и все то, о чем вот эта команда Хэ так громко кричала И все то, на чем она именно и освоила вот эти бюджетные миллиарды И как тут странно сейчас в данный момент отмалчивается прокуратура и прочие правоохранители Хотя вот здесь нужно срочно проверять целесообразность и правильность расходования средств В том числе и в рамках национальных проектов, которые здесь были освоены Мы много говорим об этом благоустройстве Соцсети тоже много пишут про все эти провалы и всевозможные вот эти вот безобразия Где плитка винтом и волной Но тем не менее, в то же время, в то же самое время По улице Ленина тихо-тихо и незаметно Опять перекладывают плитку из конца в конец и вторым слоем и так далее То есть кто-то должен на самом деле положить конец вот этому всему безобразию Всей этой комарилии А вот термин провал, он, пожалуй, все основательно становится общей характеристикой всего того, что сейчас происходит в республике И вообще провал становится в принципе символом эпохи Хабирова Сейчас я хочу, чтобы вы отвлеклись от конкретики и представили себе некую гипотетическую ситуацию Вот представьте себе, покупаете вы землю с намерением построить на ней дом Все оплачиваете, получаете все разрешения, всевозможные бумаги, лицензии, платите налоги И уже вы начинаете задумываться, как тут что будет расположено Как к вам заявляются соседи и заявляют Слушай, сосед, у нас так много детей Много детей, много машин Детям нашим негде гулять Машины нам негде ставить Знаешь что, отдай-ка ты нам свою землю Мы здесь сейчас устроим какую-нибудь детскую площадку А заодно еще и парковку для автомобилей И вообще ты нам не нравишься, так что собирая свои вещи и вали отсюда Ну вот представили себе ситуацию Нормально, да? Годится Вот практически такая же ситуация на самом деле сложилась вокруг строительства дома На Шатаруставе Липять Вот этого скандала, где Хабиров топал ногами и кричал про порванные кишки В предыдущих выпусках я обещал разобраться в фактической стороне вот этой всей истории Не в эмоциональной, а именно в фактической Разобраться, насколько достоверна информация о том, что ПСК-6 действительно там что-то вложила Что-то истратила и претендует на компенсацию Информацию о том, что проекты были действительно сделаны И насколько они соответствуют законодательству и прочее, прочее Мы проделали довольно большую работу Проанализировали довольно крупные пакеты документов не без помощи специалистов А также ознакомились с документацией, которая нам была доступна в мэрии Не вся, но кое-какая И, в общем-то, выводы я могу вам сейчас огласить Вот те данные и факты, которые нам удалось добыть из документов мэрии И документов ПСК-6, по крайней мере, тех, которые нам были доступны Первое. По новому проекту, а проект теперь новый, не тот, на который кричал Радий Фаритович Так вот, по этому проекту будет построен дом, но не там же, где он планировался построиться в 2019-2020 году Причем жителям Шатар-Ставели как раз доносят недостоверную информацию Сообщая, что ПСК-6 собирается строить все тот же дом и на том же месте На самом деле это не так Это первый вывод Второе. Общие затраты, которые ПСК-6 там понесло Те затраты, по крайней мере, которые я увидел, подтвержденные документом Составляют примерно 647 миллионов рублей Это возврат денег дольщикам 106 квартир в доме, которые планировалось построить, так и не были построены Нулевой цикл, порядка 190 миллионов, кстати, на него ушло Того дома, который планировался строиться, и он не построился Этот нулевой цикл остается на месте Также затраты на повторное проектирование А еще расселение четырех бараков Вот этих страшных домов, которые 70 дробь что-то Четыре таких барака Более 100 семей из них расселены То есть им либо куплены квартиры, либо у них выкуплены их квартиры Это все делало ПСК-6 За счет ПСК-6, несмотря на то, что расселение вообще-то по закону должно осуществляться силами муниципалитета Но муниципалитет почему-то предпочитает всегда делать это силами застройщика Договариваясь с ним о неких, значит, преференциях Ну, а еще, ко всему прочему, я узнал, что ПСК-6, по сути, теряет 2300 квадратных метров площадей Потому что новый проект, он по объему меньше, чем старый То есть, вот примерно такая арифметика Это без эмоций и только факты Эксперты Мерии, кстати говоря, мне подтвердили, что по второму проекту Впрочем, как и по первому тоже Соблюдены все нормы дистанции и инсоляции относительно уже существующих зданий и сооружений в этом квартале В чем, собственно, и усомнились жильцы дома номер 5 и подали иск в суд Вот в ближайшее время будет завершена строительная экспертиза, которую назначил суд И, естественно, огласят ее результаты, дадут ознакомиться с результатами этой экспертизы всем сторонам процесса И будет вынесено решение Если это решение будет не в пользу жителей Шатар-Уставели 5, которые являются истцами То им придется по закону оплатить стоимость этой весьма недешевой экспертизы Но это, как говорится, нюансы и их проблемы Но я бы хотел заострить внимание на том, что решение подобных сложных, мутных и очень эмоциональных вопросов На самом деле должно лежать в плоскости судебных решений Потому что это единственное правильное, единственное цивилизованное решение В котором отсутствуют эмоции Потому что можно долго, до потери пульса, до посинения кричать Что я шью маскахалаты для снайперов, а вы мне тут дом строите под окном Ну то есть это эмоции, это необоснованные претензии Можно брать горлом и истерикой, но можно опираться на законные правила Вот это, пожалуй, самый конструктивный вариант И, повторюсь, в ближайшее время судебное решение будет принято Вот и посмотрим, каким оно будет Вольно или невольно, но слово «провал» становится мемом нашего сегодняшнего выпуска Потому что практически все реформы Хабирова по итогу это провал Не стало исключением и попытка реформировать сферу оборота твердобытовых отходов в республике Много шуму, много каких-то графиков, каких-то фотографий мусоровозов Контейнеры пластмассовые, половина из которых уже пришла в негодность и разрушенная Но на выходе все значительно хуже, чем представляется нам в иллюзиях Прочаковской И чтобы, например, проиллюстрировать этот мой тезис Я приведу информацию из письма, которое пришло в адрес нашего канала Из села Курьетмасова Алгинского сельсовета Довлекановского района Жители этого села пишут, что у них вообще-то в селе много стихийных свалок С которыми они борются по мере своих сил Борются частным порядком, просто вывозят и выносят оттуда этот мусор Который власти никак не администрируют Но самая большая свалка, с которой они справиться не могут Безобразным образом возникла прямо за школой Рядом с тем местом, где учатся дети И дети, естественно, регулярно дышат всем зловонием этой свалки Сделать с этим ничего жители села не могут И во всем этом безобразии они обвиняют главу сельсовета Салавата Хуснудинова И главу района господина Мухамедзянова Стоит отметить, что это село находится в зоне особо охраняемой территории Озера Ослой-Куль Вот один небольшой населенный пункт И совершенно характерная проблема То есть на самом деле все это великолепие с регулярным выездом, вывозом, контейнерами Все это неправда Мусор лежит кучами, лежит прямо около школы И, конечно, воздуха не озонирует Так что, ну, провал и в мусорной реформе И уж, чтобы не делать наш сегодняшний выпуск совсем таким мрачным Вот вам немножко смешного от Уфимского района Власти вообще многое путано говорят о всевозможной обратной связи О необходимости слышать народ Там и бла-бла-бла Ну, в нашей республике они говорят это в основном ртом Прочаковской Как она, значит, там героически связывается Решает, там что-то отмечает, бьет в рынду Ну, в общем, жители просто счастливы в Башкирии Им стоит только рот открыть, как Прочаковская сразу понимает, чего же их беспокоит На самом деле это вовсе не так А происходит это примерно вот так Жительница Уфимского района Назовем ее А Устала за зиму от того, что, значит, ее двор по улице Сливовой В Уфимском районе, в одном из населенных пунктов Не очищается совсем Ну, вот от слова совсем Вообще ни разу никто не чистил Жительница А пишет гневное письмо Вилорию Угарову Главе Уфимского района Что, дескать, как же так и что же делать Было это еще, когда снега было по горло в начале марта И уже, внимание, 4 апреля в 15 градусов жары Администрация Уфимского района отвечает Отчитывается, ответственно отчитывается жительница А О том, что они выехали Комиссионно осмотрели ее двор И там пролегающую территорию Плюс 15 на улице И констатировали, что никакого снега нет Ну, то есть, уважаемая жительница А Мы свою работу сделали Констатируем, показываем Вы все врете Удивительно даже то Что Вилорию Угаров, например В суд не подал за клевету на эту жительницу Действительно Чиновники оторвали попу от кресел Приехали во двор Осмотрелись А снега-то нет Страшная клевета Ну, вот примерно так Устроена обратная связь Республики Башкортостан Устроена она по принципу Максимально Отвязаться от этих жителей Найти причину не отвечать Или ответить отказом Это главный повод Ну, а если уж не получается То придумают какую-нибудь Отмазочку Например, когда вот провалился Этот знаменитый Тротуар в микрорайоне Яркий Тут же последовал ответ Это, знаете ли, силы Непреодолимые природные силы Подмыло грунт И так далее, и так далее То есть, не то, чтобы мы там Ливневочку украли А вот грунт подмыло То есть, я повторюсь Главным приемом Обратной связи С населением Республики Башкортостан Является лукавство И попытка найти Повод для отказа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова